после того как уложили первый ряд газоблоков нужно пройти шивы между ними даже малейшие перепады могут привести к разлому следующего блока там же следующий блок ложится на тонкий слой гребенки практически специальные терки по газобетону мы не нашли мы сделали приспособление которое также подсмотрели в интернете что-то сами привнесли вот такие пластины взяли в леруа мерлин гвоздевые до 1 30 рублей стоит грубо говоря на всю ширину то есть 40 сантиметров у нас вот три пластины ушло то есть около 100 рублей все затраты и скрутили брусочек 150 на 25 и 5 на 5 получилось как полутерка вот и на два самореза прикручиваем каждую пластину вот так получилось теперь в действии посмотрим все к маленький перепадик точно нормально вот ну конечно зубья надолго не хватает стачивается вот такая терка первый ряд прогнали начинаем второй выставили углы натянули нитку и после первого ряда идет такая вот специальная сетка нейлоновая какая-то армирующие все погнали второй ряд соответственно идет перехлёст у нас гоним второй слой с перехлёстом шов здесь получается у нас кусок сейчас будет целое отсюда ложим две штуки и кусок углы в основном перехлёст идет если один идет в ту сторону значит следующие в эту сторону то есть по простому эркерные части там сложная запилка идет потом отдельно покажу как мы сделаем перехлёст по проекту у нас каждый ряд по проекту идет строго все блоки по размерам хотел показать как нужно наносить клей на второй слой у нас идет уже клей клей вот идет специально по газобетону вот так в принципе ничего сложного практически как как укладка плитки но единственное есть нюансы некоторые сейчас покажу то есть нужно разровнять понятно вот вот так неправильно наносить потому что если мы блок промнем малейшие будут какие-то где-то не промялся если клей то мостик холода на улицу прямой идет то есть обязательно вот таким образом нужно вот это будет правильно чтобы не было мостика холода вот и еще то есть то же самое касается углов то есть угол надо проходить значит вот так идти и заворачивать сразу гребенкой на эту сторону то есть не делать вот так до конца а потом вот так то есть тот же самый мостик холода чтоб через угол не проходил то есть как бы закругляем вот так раз и идем сюда что касается углов ну а по прямой то есть вот таким образом в принципе такое маленькое замечание но существенно соответственно пока также мазал то есть не так вот проходить гребенкой снизу вверх то есть вот такие же чтоб полосы были и по торцам вот это очень важно потому что если по-другому нанести будет швы дуть продуваться все что хотел сказать что касается нанесение клея взяли надо ножовку по бетону с победитовыми резцами то есть эта ножовка буквально после первого ряда уже все тупая вообще не перед я не знаю зачем такие ножовки выпускать пришлось новую покупать уже с победитовыми резцами ну конечно она и длиннее и пилить намного лучше самое главное не тупица на 84 резца вот вердосплавная ну и стоит она 1300 вот но ощутимая разница конечно гоним третий ряд вот вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...